Ассаляму алейкум! Вы смотрите ЧБ подкаст. С вами Сергей и Амирхан. Сегодня находятся по ту сторону камеры, на самом деле он с нами, он нам помогает, иншаллах. Но у нас сегодня другие два гостя, поэтому Амирхан, иншаллах, будет в следующий раз. Сегодня с нами Андрей, шейх Андрей, с которым вы уже знакомы. Я еще раз повторю, это магистр шариатских наук, выпускник Мединского Исламского Университета. И второй наш гость, это Вадим Дашевский, это бывший студент Университета Имам Саудовской Аравии. Саламу алейкум, архматуллах и баракату. Ва алейкум, саламу, архматуллах и баракату. И сегодняшняя тема, которую бы мы хотели затронуть, это, естественно, Рамадан, который будет примерно через неделю, полторы, иншаллах, после того, как выйдет этот эфир. И мы хотим просто пообщаться, вспомнить предыдущие Рамаданы, первые Рамаданы, разные вопросы касательно поста, может быть, какой-то личный опыт. Правильно, мы все, аль-хамдуля, были в Аравии, в других странах. И, может быть, поделимся с нашими зрителями опытом, иншаллах. Было бы здорово. Баракалавфикум. И, я думаю, с чего начать вообще, это как начинаются расчеты. То есть, постоянно, если вы заметили, братья, всегда есть момент в начале Рамадана, вот на наших странах постсоветских, когда начинается Рамадан. Там в Саудовской Аравии в одно время, в Турции в другое время. И мы тоже, походу, не знаем, когда он сегодня или завтра. То есть, кто-то уже постится, кто-то еще не постится. Как с этим быть? То есть, как на самом деле должно быть? Вот можно поставить этому вопросу точку? Кто сможет? Кто сможет точку поставить? Апушеях Вадим ответит. У нас молодежи всегда зеленый свет. Хорошо. Ну, на самом деле, метод расчета очень прост. Сунна говорит нам о самом простом, о самых простых вещах. То есть, это зрительное наблюдение за Луной. Опять-таки, существуют некоторые разногласия в этом зрительном наблюдении. То есть, это должно быть в каком-то определенном государстве. То есть, раньше, когда был халифат, то есть, если в одной части халифата увидели, в принципе, на весь халифат распространялось ихнее видение, и начинался месяц рамадан, соответственно, на следующий день. Или, если не видели, то, соответственно, делали следующий день, 30-й, и потом первый рамадан через один день. А когда халифат, он же был в такие большие территории, как они распространяли эту информацию вообще? Были, да. Либо гонцами, либо каждый смотрел у себя тоже. То есть, такое тоже было, что в одной местности, или в одном государстве, в разных, скажем, областях смотрели и ориентировались на это. То есть, в принципе, это нормальное явление? Даже среди сахабов тоже такое было. То есть, одни увидели и постились в один день, другие увидели в этом же государстве и постились на день раньше. То есть, по сути, проблема, она старая, да? Да, проблема на самом деле старая. Проблема на самом деле старая. Но сейчас, например, в современном мире есть некоторые страны, арабские в основном, которые опираются на свое видение. То есть, они не смотрят, увидела ли Саудовская Аравия, либо увидели Эмираты, либо там Египет. Они смотрят, вот у нас в государстве увидели, например, в Марокко, в Магрибе, увидели, мы постились. Если мы в Марокко не увидели, увидели в Саудовской Аравии, мы-то не увидели, они увидели. Нам какая разница? У нас вот на нашей территории этого нет. То есть, это, соответственно, я думаю, скорее всего, это никогда не закончится. То есть, всегда будут какие-то разногласия и так далее. То же самое касательно и астрономических расчетов. Да, вот это вот интересующий вопрос. Можно им вообще доверять или нет? Смотрите, на уровне государств, то есть, в некоторых государствах принято это как за основу, то есть, астрономический расчет. Опять-таки, когда мы говорим об астрономических расчетах, имеется в виду не какие-то там звездочеты сидят, где-то высчитывают и так далее. Нет, это исламские институты, которые занимаются одной из их отраслей работы, то есть, направлении работы. Это также и слежение за движением Луны и так далее. То есть, фазами и расчеты начала-концов месяца, каждых месяцев. То есть, если мы посмотрим все календари, вот мы пользуемся зачастую расписаниями молитв на какие-то, на телефонах на мобильных. Там есть определенные методы расчета. То есть, почему Зухар именно, если по одному методу расчета Зухар наступает в такое время, например, там Североамериканский институт, да, там Зухар наступает в одно время. Там, если брать расчеты Умаль-Кура, то есть, это тоже институт, который занимается расчетами и времен молитв, и также само начало и конец каждого месяца лунного календаря. То есть, у них эти расчеты есть. У них, например, Зухар или хоть другая молитва будет чуть отличаться в минутах, там пять, может быть, на пару минут раньше, на пару минут позже, ну, в рамках. Ну, это несущественно. Да, плюс-минус. Точно так же они занимаются, эти институты занимаются расчетами начала и конца месяца. Поэтому опираются, когда говорят, там, первое Рамадана по астрономическому исчислению будет такого-такого-то, они опираются на расчеты этих институтов. То есть, опять-таки, это старый вопрос тоже, то есть, не фукагат, ученые фикха, в этом вопросе тоже разногласили. Некоторые считали это приемлемым, некоторые говорили это неприемлемо и так далее, поэтому… Хорошо, шеях Андрею, такой момент. Теперь, например, такая ситуация, да, то есть, в одной стране часть людей, она, например, говорит, нет, мы вот смотрим, если увидели, то мы постимся. А другие говорят, нет, ну, вот в календаре написано, и мы постимся. Могут ли они порицать друг друга? Или это норма? Или, то есть, как вообще в такой ситуации быть? Бисмилляху саляту вассаляму аля, расулиллях. А затем, сложно ответить на этот вопрос, особенно в свете современных обстоятельств. Но прежде чем порицать, нужно постараться понять позицию тех мусульман, которые поступают так или иначе. Это, во-первых. Во-вторых, каждый должен, каждый, кто соблюдает пост и начинает поститься в какой-то день, либо же не начинает поститься в этот день, должен обратиться к своей искренности, в первую очередь, и сказать самому себе, я ищу себе облегчений и уменьшения дней поста, либо же я хочу сделать как ближе к сунне. Если это обычный мусульманин, который работает, уходит утром на работу, возвращается вечером с работы, совершает молитву просто по расписанию, и точно так же он подходит к посту. То есть у него есть календарь какой-то, у него есть какой-то муфти, на котором он ориентируется, и он следует за ним. У него нет возможности углубляться в вопросы фикха, в вопросы религии. Он просто пытается соблюдать правительство по исламу так, как может. То, конечно, таких людей мы не можем порицать. Другое дело, если люди выбирают тот или иной метод, исходя из какой-то выгоды, или исходя из какого-то политического диктата, изнутри, либо же извне, то здесь вопрос все равно возвращается к искренности человека. То, конечно, с такими людьми нужно вести диалог, общаться, и попытаться указать на истинную, на позицию истины в этом вопросе. Вне всякого сомнения, что наблюдение, зрительное наблюдение глазами за появлением нового месяца, это полностью соответствует сунне, вне всякого сомнения. Это, кстати, очень интересный момент по поводу зрительного наблюдения, потому что в хадисе приходит манраа минкум, правильно? Раа, да. А дальше как? Раа. А дальше, фаин гумма алейкум. То есть, если же небо будет затянуто облаками. А, то есть, это второе продолжение означает, что руя именно басария, а не руя аклия, да? Конечно же. Но мы не можем порицать тех, кто, точнее, не будем спешить порицать, потому что мы должны разобраться, это обычный мусульманин, который следует и делает, как все, либо же это какой-то институт, либо же орган, заангажированный с точки зрения политики, либо же каких-то влияний. Хорошо. Ну, там есть хадис, приходит о том, что поститесь с теми людьми, которые постятся в этой же местности, правильно? То есть, начинайте с ними пост и заканчивайте с ними пост. Теперь некоторые люди говорят, нет, я вот знаю, что в Саудии пришло время, они звонят там студентам, которые там учатся, и говорят, о, они мне сказали, что пост уже начался, да? Или наоборот, да? То есть, вы поститесь, а они говорят, нет, они постятся завтра, я буду с ними. Как положение такого человека? Как сказал только что шеих Вадим, у каждой области, либо же местности, либо же страны есть свое видение, и это подтверждено сунной, не всякого сомнения. Поэтому мы не будем ориентироваться на какие-то другие страны. У нас есть определенная своя территория, на которой мы живем. Это можем считать там областью, страной. Кто-то возразит, скажет, эти политические границы являются каким-то современным нововведением и так далее. Но все равно есть какая-то территория, общепринятая, на которой живет мусульманин. Когда спрашивают, откуда ты? Он говорит, я там из Медины или Саудовской Райи. Откуда ты? Я из Киева, из Украины. То есть так сложилось. Поэтому мы, как мусульмане, которые, я надеюсь, хоть немного знаем сунну, мы знаем четкий критерий. Это у каждой местности, у каждой территории есть свое видение. И мы не будем ориентироваться на Саудовскую Аравию, на Турцию и так далее. То есть это порицаемо, правильно? Если человек так делает, это порицается. Да, в основе, если он знает, что у каждой территории свое видение нового месяца, знает об этом и все равно не следует этому повелению пророка Мухаммада, то, конечно, в этом случае это является порицаемым. А если он точно знает, что в его стране они точно ошибаются, и на самом деле они там не видели ничего, это просто какие-то расчеты, или составленный календарь за 10 лет до этого всего. И он такой говорит, ну вот же, там вот в Аравии, они же увидели, а здесь-то нет, я хочу с ними поститься, то в этом случае как? Пусть их Вадим ответит на этот вопрос. Ну опять-таки, как мы говорили, что поститесь вместе с джаматами, разговляйтесь вместе с джаматами, когда все мусульмане. То есть все равно возвращаемся именно к этому. Да, лучше держаться общиной мусульман, в той местности, в которой ты живешь, чем выделяться кем-то или чем-то. Я не такой, как все. Я понял. Юношеский максимализм зачастую. То есть это вообще интересно, получается человек знает, что неправильно, но все равно делает. Позвольте добавить, что есть такая наука, называется правила фикха. И эти правила помогают человеку, даже обычному мусульману, делать тот или иной правильный выбор в его бытовой жизни. И в частности эти правила гласят, что, допустим, устранить вред, это приоритетнее, чем принести пользу. Или же общественная польза, она является более приоритетной, чем частная польза и так далее. Поэтому в свете этих правил, которые также основываются на Куран и Сунну, ученые нам рекомендуют, что если 100 тысяч человек постится в этот день, а ты один такой умный не постишься в этот день, то это порицаемо. Даже несмотря на то, что эти 100 тысяч могут следовать за каким-то ошибочным мнением. Ответственность на том человеке, который принял это мнение и обязал этим мнением других в данном случае. А твоя задача подчиниться, как обычному мусульману, Аллах говорит в Коране, Аты уллаха, аты уррасуле, вау лиль амрыминкум, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Его посланнику и обладателям власти среди вас. Бывает такое, что, как уже ранее говорилось, в одной местности так начинается, в другой так. И, скорее всего, вы уже путешествовали, и, наверное, было такое, что вы, например, выезжаете из Аравии, и у них началось в одно время, приезжаете в Украину, а здесь заканчивается уже в другое время. То есть вы начали с одними, а закончили с другими. То есть вы посетитесь так, как по местности, правильно? То есть следуете, получается, нужно следовать джемату. Именно так. Будет он начало поста или окончание поста. Где тебя застало начало поста, ты со всеми посетишься. Где застало окончание поста и праздник, ты со всеми празднуешь. Интересно, так может получиться 28 дней Рамадана? Теоретически, наверное, может, да? Или два праздника. Или 31, наоборот. Да, кстати, вот интересно с двумя праздниками, надо на второй праздник идти, на молитву или нет? То есть ситуация какая? Человек, например, постился в одном, заканчивает пост в одной стране, где в какой-то день объявлен праздник. На один день раньше. Да, на один день раньше. И он вечером уезжает, и на следующий день получается опять праздник. Ему нужно идти на праздничную молитву? Ну, с Аллаху Алим нужно обратиться к книгам фикха, но в зависимости от того, что мы уже знаем, если человек один раз исполнил молитву, второй раз она для него не является обязательной. Поэтому, если один раз он выполнил молитву, скорее всего, второй раз для него это не будет уже являться обязательной. Хорошо. Машаллах. Интересно, видите, сколько на самом деле вопросов только про начало Рамадана. Вопрос старый. Очень старый. На самом деле, да, про Рамадан все вопросы. Хорошо. Как вот лучше всего спланировать свой день Рамадана? Рамадан начал, аль-хамдуля, все, мы постимся. Как вот его лучше всего провести? По Сунне, в соответствии с Сунной. Кстати, с Висунной. Как пророк, алей-иссаля-тоу-саляу, проводил пост Рамадана? Это все зависит от рода деятельности человека. То есть, чем он занимается. Работает он или не работает. Есть у него какие-то заботы или нет. Семья. Он семейный, не семейный. Замужем, женат, замужем и так далее. Поэтому это все индивидуально. Но лучше всего проводить этот месяц активно. Потому что этот месяц, как мы сказали, этот месяц в нем барака есть. То есть, в нем есть все дела, которые человек делает, благие. Они увеличиваются и в награде. И как бы Всевышний Аллах, Субханава Аталия, облегчает эти дела. И мы знаем, что в этот месяц шайтаны закованы в замки. Да, в цепи. Поэтому желательно проводить его с пользой. То есть, неважно. Будь то, желательно, конечно, много читать Кур'ан. Так как Кур'ан был не способен в месяц Рамадан. Желательно давать садака побольше. Желательно кормить постящихся. И так далее. То есть, активно проводить, выстаивать, читать Таравихи и так далее. То есть, этот месяц Рамадан это не месяц отдыха и отпуска. То есть, как многие... У нас, в принципе, в наших странах вряд ли так получается взять на месяц отпуск и просто целый день спать с Фаджр до Асар или перед Магрибом просыпаться, при этом просыпая все молитвы. Я про это и хочу сказать, что когда я был в арабских странах, в Иордании, в Саудии, там в Рамадан вообще на улице никого нет. Как будто все вымерли. Позвольте добавить. Есть такие особенности. Климатические особенности. Плюс 50, тебе не очень удобно выходить постящимся. И ты вынужден больше спать, больше там, менять свой режим. Но когда у нас плюс 15, плюс 18, все цветет. Спокойно можно заниматься. Спокойно. Настройки работать. И спортом заниматься. Все успевать. Из моего личного опыта тогда самый худший день Рамадана, именно худший в плане того, что я хотел пить, это был как раз в Саудовской Аравии. Мы тогда с братом прилетели на последние 10 дней Иртикафа. И получается так, что мы с аэропорта выходим, и уже все, азан. И мы там буквально даже попить не успели. И мы там за час пока до общежития доехали, и чуть-чуть буквально прошлись там по улице, утром, это утро, да, уже у меня такая жажда была, я уже не помню, сколько было времени, но это было утро, еще там солнце вот только-только встало. И у меня такая жажда жуткая была, что просто я не знаю, как бы это... Просто язык к небу прилипает. Да, я еле дожил там до конца дня. Но в таких случаях, если ты уже там еле выживаешь, то ученые дозволяют разговляться. Если у тебя уже... Ну, ты вообще не можешь выжить никак, уже там ползаешь где-то, не можешь там ходить, не можешь сидеть, и для тебя... Опасность для здоровья. Опасность для здоровья. Ну, если есть опасность, да. В таком случае можно разговляться, да. Да, поэтому на самом деле это все индивидуально, это все зависит от местности, от рода, деятельности и так далее. Поэтому желательно совершать побольше благого, использовать с благом это время. Вот вы как планируете свой день на Рамадан? Вот ваш типичный день Рамадана? Я сплю, да? Нет, если начинаем с сухур. День начинается, типичный день Рамадана начинается с сухура. Знаем, сунная посланник Аллаха, саллилаллаху алейхи вассалям, это сухур. То есть пускай это будет даже глоток воды либо один финик. В нем в этом малом количестве все равно есть барака. Затем совершение молитвы фаджр. Затем у нас, в нашей местности фаджр очень рано. То есть это может быть особенно вот чем ближе к лету либо вот сейчас весна тоже будет. Часы у нас переводят, поэтому у нас фаджр бывает в три часа ночи. Бывает в полчетвертого. То есть это очень рано. Зачастую после фаджр мы еще ложимся спать, потому что если ты будешь после фаджр не спать, то ты до магриба просто ну вряд ли дотянешь. Вряд ли дотянешь. Поэтому зачастую после фаджр зикры почитать, адхары почитать, которые утром перед рассветом читаются, Кур'ан почитать хотя бы сколько сможешь. Затем сон. И потом у нас как рабочий день. То есть кому во сколько на работу, то кому в восемь на работу, кому в девять, кому в десять. К этому времени приезжаешь на работу, работаешь целый день, совершаешь на протяжении дня молитвы предписанные. Ждешь магриб. То есть перед магрибом обычно тоже вечерние аскары почитали. На протяжении, если есть возможность между... после каждой молитвы читать хотя бы там четыре-пять страниц Кур'ана. За день можно джуз Кур'ана прочитывать. Ну да. В принципе. То есть по сути сон в Рамадан он не является чем-то предосудительным. Правильно? Я имею в виду днем. То есть когда мы... Тем более для нашего времени, когда реально ты утром проснулся. Правильно? У нас тяжело. Аллах говорит, ваше альна лейля рибаса. Мы сделали ночь одеянием, то есть местом для отдыха. Ну тут же ночь-то уже закончилась. Ну как бы хукм. Хукм один и тот же. Ты не сможешь жить без сна. Ну правильно. Тем более в Рамадан. Хорошо. Это у нас еще в три. А есть местности, где в час ночи уже фаджар. Ну есть местности, где вообще ночь не наступает. Да. Есть местности, где ночь не наступает совсем. Хорошо. А если, что касается, если человек реально много спит, вообще такой Рамадан ему засчитывается? Или как это? Шейх Андрей. На самом деле ученые говорят, если человек не проснулся ни разу в течение всего светового промежутка дня, то его пост не считается. Он хотя бы должен на одно мгновение проснуться. За пять минут до Эфтара. Да пусть даже за пять минут до Эфтара. Ну допустим, такая ситуация. Человек приехал с дальнего путешествия и у него акклиматизация, смена временного пояса и так далее. Он проспал это все. Но за пять минут проснулся до Эфтара, то его пост, если при этом он намеревался поститься этот день, этот день, либо же месяц возьмем, вне зависимости от намерения, то тогда его пост иншаллах засчитывается. Если же он проспал целый день и ни на секунду не проснулся для того, чтобы вкусить этот пост, то его пост как бы он в этот день не засчитывается. А если у человека вот такая ада уже, то есть обычай такой сложился, что он в Рамадан много спит, то есть он там проснулся, сделал сухур и спит там до Зугра, помолился и опять спит до Асра, к примеру. А после Асра уже там что-то делает. Награда такого человека, она будет равнозначна тому, который реально постится целый день и делает свои дела или она все-таки будет меньше. Все-таки награда это вещь такая относительная. Это знание сокровенного и оно у Аллаха. Мы не знаем, может кто-то нам принес этот чай, ему будет награда больше, чем тому, кто совершил два ракета молитвы от Духа. Зависит от искренности, от намерений и от многих факторов. Поэтому уже какая награда за что будет, мы не можем судить. Мы надеемся на лучшую награду. Кстати, по поводу Барака в Рамадан, я заметил, что много людей приняли ислам в Рамадан и я, кстати, в их числе. Я тоже. Я принял ислам за неделю до Рамадана. И я уже, когда я принял ислам, я уже знал как молиться и так далее. Подготовлено подошел к этому вопросу. Да, да, да. Я, хамдулля, подготовился к этому вопросу. Я тогда вообще не знал ни одного мусульманина. Вот я в Киеве жил, но это еще было сколько, 11 лет назад. Тогда, то есть я знал, есть вот у нас в Киеве такая-такая мечеть. Как-то я сам по себе такой стеснительный человек. Так что вы не скажете. И мне было как-то, думаю, кому я приду, что я скажу. Вот так. Я там познакомился с одним братом через интернет. Он тоже украинец. И мы с ним познакомились. Он говорит, я вот приеду как раз в Рамадан. Говорит, я приеду и давай в мечеть приходи, познакомимся как раз. И мы с ним как бы уже знакомы были заочно. И мы, он приехал с другого города специально на Рамадан в Киев, в мечети, там Таравих читать и так далее, чтобы участвовать в общественной жизни мусульман, так сказать. И мы с ним познакомились. Тогда я пришел уже в мечеть первый раз, то есть с ним. Это было уже Рамадан. И я так, когда принял ислам, уже как раз за неделю до месяца Рамадан уже знал в принципе положение, нельзя не кушать, не пить и так далее. Я тогда работал. Я работал тогда на стройке. Это было лето. Это были не самые длинные, это был где-то август месяц. Ой, на стройке это вообще жесть. Рамадан припал на август месяц. Такой, ну, не скажу вам, был сильно жаркий, но тем не менее, то есть по времени было долго. Часов 20, наверное. Не, не 20 часов. 18. Где-то, да, часов 18-16. На стройке там через 15 минут уже хочется пить. Ну, ахамдуля, тогда я так больше старался быть в самом здании. Это востроение. Да, там как раз там бетон прохладное такое, то есть, ахамдуля, мне это очень помогало. То есть, по сути, ты принял ислам и сразу же паститься начал? Да, да. А я не помню. Вот неделя. Вот я принял ислам и как раз рамадан я еще так думал принимать сейчас. Ну, вот такое было серьезно. Или попозже. Да, думаю, выдержу, не выдержу. Ну, типа, я знал, что ислам все, это истина, это мое, это то, что я искал. Ахамдуля. И вот думал, сначала были мысли, ну, рано или поздно, думаю, сначала выучу все, как молиться, думаю, что-то за, как я буду там называть себя мусульманином или не буду там поститься либо молиться. Ну, это как бы неполноценно. Сейчас таких много, кстати. Ну, я тогда, тогда я никого не знал. Вот всю информацию, которую я черпал, это были там какие-то, еще в те годы, это, то есть, не было и много информации даже в том интернете. Форумы. Форумы. Были какие-то форумы, какие-то чаты. Ну, хорошо. Вот какие были ощущения от этого первого рамадана? Ну, сначала, вот перед, там, первые, перед первым днем поста был какой-то страх. Типа, выдержу, не выдержу. Что себе, не есть, не пить, Да, как это? Да, даже воды нельзя пить. Что? Вот так, знаешь? Как так можно жить вообще? Да, да, да. Да, то есть, было на самом деле. Но потом, ахамдуля, Всевышний облегчил. И первый день, второй день, третий день, были какие-нибудь, то есть, изменения в организме. То есть, голова болела чуть-чуть. Вот какие-то, я их до сих пор, когда человек долго не постится, потом начинает, там, есть люди, которые не постятся на протяжении всего года, только в рамадан постятся. Они чувствуют примерно одинаковое чувство, там, первый день, два, три, человек, как бы, адаптируется, привыкает к новому режиму питания и так далее. Поэтому могут быть какие-то головные боли, там, давление чуть-чуть. Но это все, опять-таки, сугубо индивидуально, но, в принципе, плюс-минус у всех одинаковые ощущения. Потом, по прошествии этих, вот, двух-трех дней поста, ахамдуля, было потом до конца месяца, я очень, очень легко. А вот именно, вот это все физические ощущения, а именно духовно, как это все чувствовалось? Да, духовное, если бы, ну, был, конечно, огромный подъем имана, скажем, да, то есть, огромный подъем, какая-то даже, может быть, такое чувство, такой эйфории какой-то даже, то, что, да, то, что вот ты, вот, ради Аллаха, такое поклонение делаешь, ну, огромное, то есть, это поклонение, оно, оно, как сказать, как сердце тавхида, почему? Потому что, сердце искренности, почему? Потому что, это же скрытое поклонение, на самом деле, никто не знает, ты постишься или не постишься, ты можешь пойти там, брать, я сейчас минутку пойду, омовение сделаю, там, стакан воды выпил, пришел, да, и все, ну, такое, то есть, это же никто, ну, всякое бывает и так далее, то есть, люди же разные бывают, но, тем не менее, то есть, все равно перед Всевышним Аллах знает, ты постишься или не постишься, то есть, люди могут думать, или, например, как, если добровольный какой-то пост держишь, то есть, люди думают, что ты можешь вообще, что ты не постишься, да, ну, то есть, пришел себе человек, там, ходит на работу, то есть, он на самом деле держит пост, ну, даже, никто не знает, что он постишься, кроме Аллаха. Ну, даже если ты постишься, то, может быть, ты просто вес хочешь скинуть лишний, правильно? Ну, это же вариант. Это другой вопрос. Кстати, в Сунне, насколько помню, упоминается, что, если кто-то постится, и у него губы обветрены, смазать их маслом, чтобы люди не видели, что ты соблюдаешь пост. Да, как бы, чтобы это все скрыто было. Конечно, максимально искренне. Максимально искренне. Ну, вообще, в Рамадан, это, ну, особенно в арабских странах, где большинство мусульман, это очевидно, что все постятся. Вот, а вы, Андрей, не в Рамадан приняли ислам? Нет, я не в Рамадан принял ислам 20 лет назад, по милости Аллаха. И первый Рамадан был зимой. Зимой, и мне снежинки падали в рот, я их сплевывал, и было очень легко, день заканчивался часа в 4 где-то, плюс-минут 4-15, и было вообще незаметно. И, помилости Аллаха, я понял, да, это реально соблюдать пост. Единственное, зимой, когда постишься, прохладно, да, начинаешь мерзнуть, потому что ты не обращал на это внимания. Мало кушаешь, я обращал внимание. Ты концентрируешься именно на самом посте, на поклонении, и вот думаешь, смогу, не смогу, как шех Вадим говорил, и когда ты понимаешь, что ты можешь, это увеличивает твой иман, и ты продолжаешь поститься. И вот шейх Андрей говорит, что он как раз, его пост припал на зимнее время. Это из милости Аллаха, Субханаватару, то, что Рамадан постоянно, то есть, если Аллах предопределил человеку прожить долгую жизнь, то человек на протяжении всей своей жизни попастится в каждом месяце года, то есть, это может быть и лето, и самые длинные дни, и самые короткие ночи, так и наоборот, зима, когда самые короткие, самые короткие дни, самые длинные ночи, поэтому... Вот интересно, как лучше. Особенно это у нас, в наших странах, это очень ощущается. Вот именно, и мне вот интересно, как лучше, вот как у нас, когда летом день длинный, жаркий, а зимой он короткий и прохладный, что ты не ощущаешь пост. Или вот, например, как в Индонезии или Малайзии, где, в принципе, круглый год одинаково, абсолютно. Я думаю, для каждого человека лучше там, где он живет. Ну да. И Всевышний Аллах не просто так дал такой длинный, допустим, день или короткий день. Вот мы, которые живем здесь, в Украине, в странах Европы, у нас меняется, как шеф Вадим сказал, то есть в течение 33 лет, если человек постится, он постится в каждый из месяцев. И, соответственно, застигает, или, как сказать правильно, застает. Застает. Он застает и длинные дни, короткие ночи, и наоборот. Короткие дни, длинные ночи. То есть такая полнота опыта. Однозначно. Либо же, если ты родом из Индонезии, то у тебя примерно день и ночь никогда не меняются, всегда влажно. Всегда все одинаково. Всегда влажно, всегда все одинаково. И ты знаешь, к чему тебе быть готовым. Они не любят сюрпризов, они спокойные люди. В Индонезии, в Малайзии, у нас люди более с характером. Кстати, опыт мой личный, я был в Малайзии, постился там Рамадан. Я скажу, что там достаточно сложно, потому что... 100%. Потому что там влажность большая, и ты не замечаешь, как у тебя потеря идет жидкости. Вот. И поэтому чуть-чуть... Особенно в джунглях. Там за час у тебя вся жидкость. Да, да, да. Ну, может быть, поэтому. Но в основе было, в принципе, нормально, потому что день он был недлинный. В 6 начинается, в 6 заканчивается. Да, ну там 12 часов, грубо говоря, постишься и все. Без каких-либо сюрпризов. А где вот... В каких странах вы постились, Вадим? У меня, в принципе, за все время, в основном в Украине. По-моему, один раз припало так, что там какие-то дни я постился в другой стране. В какой? Если я не ошибаюсь, в Саудовской Аравии. То есть это было, по-моему, какой-то там несколько дней там буквально. Я понял. А у вас, Андрей? Весь прошлый рамадан в Медине провели. На этикав заходили? Этикав. Сложно было зайти, потому что из квартир запрещено было выходить. А, да, да. Был жесткий локдаун. Те, кто боятся сейчас локдауна у нас в Украине, они не видели реального локдауна. 5 месяцев мы выходили час в день по QR-коду за хлебом. И все, даже в больницу нельзя было выехать. Соответственно, это был полностью домашний рамадан. Это был именно рамадан в кругу семьи. Ифтары, сухуры, таравихи. Все это было в кругу семьи вынужденно. Поэтому свои плюсы были у этого рамадана. Я понял. Все там было. А вы, Сергей? Я много где постился. Я скажу, что самые интересные рамаданы у меня были. На самом деле, я постился где-то в десятки стран. Так получилось. Ты человек-мусафер. Немножко, да. Иногда путешествую. Ну, в последнее время вообще не путешествую. Самый интересный и запоминающийся все-таки был в Судане. Потому что в Судане в основе у них такой интересный обычай есть, которого я... Он, в принципе, не исламский, но он не противоречит исламу. И в других странах я его не видел. То, что они не делают ифтар сами по себе, по домам или как-то нет. Они даже, если семья, они не идут в мечеть на ифтар, то они просто выйдут на улицу, расстелят коврик и туда всю еду принесут. И будут там ифтарить. И любой человек, который подойдет и сядет с ним, у него вообще никаких нет проблем. Наоборот, пожалуйста, вот садись и делай ифтар. Это если люди индивидуально делают. Плюс, например, возле мечети расстилаются ковры и каждый уже из близлежащих домов они выходят со своей едой, ставят и там такая разнообразная еда еще получается. То есть переносят, как бы кормят постящихся. Очень даже исламская традиция. Почему они... Это вот честно сказать, я вот несколько... Я сколько раз постился, например, в Саудовской Аравии, не считая того, что я заходил на Итикав. Все остальные рамаданы, они не так чувствовались, как тот рамадан, который у меня был в Судане. То есть меня что-то вот сейчас... Оставил отпечаток. Да, это был, наверное, самый интересный мой рамад. То есть ты выходишь, все люди вместе, то есть они там салам алейкум, как дела, общаются, о, машалаты, откуда там. То есть это было очень интересно. При этом, что они на самом деле очень такие простые люди, бедные, сейчас у них там вообще революция, им не позавидуешь. Но при этом вот вот это вот чувство братства и единства, вот у них оно чувствуется больше, чем где бы то ни было. это вот мой личный опыт, это мой самый-самый яркий рамадан. Вот. Ну, давайте вернемся к разного рода вопросам, наверное, по фикху, потому что... По очереди. Да, да. Что касается вообще прочтения Корана в рамадан, то есть это вообще сунна, сколько раз можно прочитать, нужно ли и так далее? На самом деле Коран был неспослан в рамадан. Был неспослан полностью из Аллах Аль-Махфул на ближайшее небо. И полностью. И потом он в течение 23 лет был неспослан постепенно в зависимости от ситуации либо же от необходимости по воле Аллаха. И в рамадан Джибриль приходил каждый месяц к пророку, каждый ежегодно приходил в рамадан и они прочитывали вместе то, что уже было неспослан на послан Николая. Поэтому не просто так называется Рамадан месяц Курана. С разных точек зрения. Связь очевидна. Связь очевидна. Поэтому, конечно же, прочитать Куран нужно читать Куран не только месяц Рамадан, стараться и вне него. И более того, Рамадан сделан для нас как напоминание. Представьте, нет Рамадана. И люди, многие вообще забывают о Куране, забывают о посте. Я слышал, что в Рамадан были неспосланы в принципе все книги, а не только Рамадан. То есть, в принципе, Инджи или Таурат, они тоже были все неспосланы в Рамадан, просто в разные дни начиналось не с послания. Вот так вот. Поэтому мусульман, чем больше прочитает Куран, тем лучше. Некоторые люди прочитывают Куран за три дня, некоторые за целый месяц. В любом случае, каждый смотрит на свои возможности, на свою искренность. Есть какой-то минимум? Нет, такого минимума нет. Все это оставляется на... Всевышний Аллах это оставил не потому, что он не знал, а потому, что он проявил милость. Он не сделал трудности для людей, не в посте, не в прочтении Курана. Он оставил это на богобоязненность каждого человека по своей милости. Ириду Аллаху бекуму аль-юсра аля ириду бекуму аль-юср. Аллах хочет для вас облегчения и не хочет для вас отягощения. Поэтому каждый, кто сколько прочитает, все это в его копилку добрых деяний. То есть, чем больше, в принципе, тем лучше. Но, в принципе, традиция, так скажем, хорошая такая традиция, что как минимум один раз прочитать Куран за Рамадан, это считается допустимым для каждого среднего статистического мусульмана. Равнозначно ли прослушать и прочитать? Конечно же нет. Конечно же нет. То, что в хадисе говорится, за каждую букву прочтенную букву. То есть, если человек слушает, например, или в молитве стоит, там таравих, то это не считается. Мы не знаем, опять-таки, возвращаемся к награде Аллаха, мы не знаем, сколько, за что Аллах, кого он вознаградит. Мы надеемся на лучшее. А как насчет татабура? То есть, не лучше ли, например, человеку прочитать какой-нибудь тавсир один раз, чем там десять раз прочитать Коран на арабском языке, и он его не понимает. То есть, вот мы русскоязычные в основном, правильно ли? Мы не понимаем арабский язык. Да, многие ученые это отмечают. Мы понимаем, но другие люди. Сейчас Ибн-Л'Каим говорил, что прочитать несколько аятов с размышлением, с пониманием, это лучше, чем прочитать весь Коран полностью без понимания. И подобных высказываний очень много со стороны многих ученых. Ибн-Л'Каим говорил, когда ты делаешь на арабском языке, а если на русском или на татарском, чеченском? В любом случае, это понимание, которое доступно какому-то отдельно взятому человеку. Не каждый может оставить семью и ехать на 10 лет получать знания. Но каждый может открыть перевод, доступный ему, который зайдет в его сердце. Либо же тавсир. Тавсир — это и есть перевод, по сути. Ну да. Потому что перевод Корана — это не является Кораном, вне всякого сомнения. Однозначно. Поэтому человек пусть считает перевод параллельно для приблизительного понимания смысла в Коране. И опять-таки он будет размышлять над даятами, которые он прочитал на арабском языке. А то приблизит его к размышлению. А то, что Коран был не способен для того, чтобы не просто мы его читали механически, а для того, чтобы мы понимали и жили в соответствии с ним. Как ты будешь жить в соответствии с Кораном, если ты его не понимаешь. Понимание обратного. Из этого всплывает тема, есть ли в Коране что-то, что не могут понять люди. Многие ученые, не многие, практически большинство ученых говорят, что в Коране нет такого, чего бы не могли понять люди. Иначе какой бы смысл в неспослании Корана? Неспослание того, что ты не можешь понять. Смысл такой. А когда Аллах говорит, что там аяты есть в Муташабе, он имеет в виду, что их просто не все понимают, правильно? Муташабе — это вообще отдельная тема. Ну, в общем, можно так сказать, что их кто-то понимает. Их толкование не знает никто, кроме Аллаха. И те, кто углубленно понимают исламские науки. Хорошо. Аллаху Аля. А какие еще можно... Вот чтение Корана — это основа в Рамадан. Наверное, не стоит забывать про мольбу также, правильно? Да. Потому что какое самое лучшее время для мольбы в Рамадан вообще? Это после кунут или... Это время перед... Насколько я знаю, Аллаху Аля. Это время перед Магрибом. Это за сколько? За полчаса, за час, за 15 минут? Это может быть и за полчаса, и за 15 минут. То есть в зависимости, как долго ты хочешь делать это дуа. То есть может человеку хватить одной минуты, может быть 30 секунд, может быть полчаса, может быть час. То есть это все зависит от человека. То есть это самое лучшее время. Но если человеку сложно выучить дуа, например, на арабском языке, если он будет на своем делать... Проблем нет. Конечно, да. Пускай говорит на том языке, на котором он разговаривает, знает, понимает. Может быть... Как вообще лучше? Лучше выучить на арабском и делать дуа на арабском, или делать дуа на своем языке и вообще не заморачиваться? Лучше объединить. Да. Лучше объединить. Это одно из правил фикха. Это одно из правил мусульманина. Надо сделать объединить. Если это возможно. С одной стороны, ты изучая дуа, который говорил посланник Аллаху, ты следуешь сунне. И следование сунне, это необходимо. Потому что Аллах говорит в Коране Все, что вам даровал посланник, берите, все, что он запретил, откажитесь от этого. Поэтому изучая дуа, как их делал посланник Аллаху, ты следуешь сунне. Второй момент, ты можешь изучить их перевод, параллельно. И все. Но есть, мы же знаем, дуа, есть дуа, дуа как поклонение, а есть дуа как просьба. Допустим, дуа как поклонение, ты можешь учить, как пророк, сам делал. А дуа как просьба, тебя сопровождают ежедневно какие-то бытовые сложности. Ты просишь, Аллах, облегчи мне путь, облегчи мне рызг, облегчи мне дорогу, и так далее. И ты это можешь делать на любом языке. Но если получится объединить, это первостепенно. Делать те дуа, в тех ситуациях. Лучший вариант. Но если не можешь, делай как можешь. Также не забывать, мусульману следует последнюю треть ночи, перед рассветом. Когда он делает сухур, это последняя треть ночи, когда Всевышний Аллах снисходит на ближайшее небо, так как подобает его величию. И он говорит, если тот, кто взывает ко мне, я отвечу ему. И это не только связано с постом или с Рамаданом, это каждую ночь. В любое время. В любое время, в любом месте, где человек живет. Поэтому не нужно забывать про последнюю треть ночи. И также не забывать, что просить прощения у Аллаха. Потому что Аллах говорит, ва биль асхарихум ястагфирун. И по утрам, то есть в рассветное время, они просят прощения у Аллаха. И стихфар делают. Также это очень время полезное для дуа и стихфара. Машаллах. Вот мы прочитали мольбу перед ифтаром. Все звучит. Азан. Какой лучше сделать с его ифтар? Что лучше поесть? Можно сразу там курицу, короче, рис там. Лучше. Борщ, я не знаю. со сметаной. Или что-то попроще? Из сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, является совершить ифтар, это свежими финиками. То есть какое-то нечетное количество свежих. Свежие финики те достать вообще? Ну, в принципе, достать можно. Они есть, их можно купить. Ну, мы говорим, то есть, понятное дело, финики была та еда, которую в основном употребляли в то время, в том месте, где жил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому это является сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Если же нету возможности фиником, можно хотя бы глотком воды, то есть попить воды хотя бы. Можно простым фиником, не свежим. Можно простым фиником, не свежим. То есть сухим фиником, да. Которых здесь достаточно. Да, в принципе. И либо стаканом воды. То есть дать организму чуть-чуть, то есть не подвергать его шоку. То есть человек целый день не ел, не пил, и сразу, если начнешь... Тяжелая артериальная. Да, сразу там курица, там рис, я не знаю, там картошка, борщ, еще что-нибудь. Это просто будет очень большой вред здоровью, может, нанести. Вообще многие в Рамадан, если заметили, в мечетях, например, или даже дома накрывают огромные столы, много еды, разнообразная такая. И проблема идет с перееданием. Как вот этого решить? Как решить эту проблему? Я бы посоветовал, конечно, не переедать всегда и везде, не только в пост. И не есть перед сном. Но во время поста чуть организм по-другому работает, поэтому можно сделать какие-то исключения. Но я бы рекомендовал разделять приемы пищи. Если у нас есть время с Магриба до Фаджера, возможность принимать пищу, то не делать один большой прием пищи или два, а разделить их на 4, на 5 раз, по чуть-чуть. При этом я бы рекомендовал разделять по возможности углеводы и белки. Я бы рекомендовал лично. И я бы рекомендовал не пить вместе с едой. То есть пить либо до еды, за полчаса, за 20 минут, либо же пить спустя один час после приема пищи, чтобы она там не бродила. Так будет легче организму. Как раз если звучит азан на Магриб, человек если съест один финик или выпьет стакан воды, совершит омовение, если у него не было омовения, либо совершит молитву, нормально, почитает Аткары, совершит Суну, как раз пройдет этот первый... 20 минут спокойно пройдет. То есть вот этот вот уже шока такого для организма не будет. Ну и желание уже наесться. И желание тоже такого прям не будет. Вот прям надо все. А потом спокойно себе скушать какую-то небольшую порцию еды. Сергей, помнишь, как в мечети пророка обычно что давали на ифтар? Ну давали йогурт безвкусный. Йогурт, финик, хисса, такая мягкая. И все. Ты наедался, перебивал голод, совершал Магриб, и шел дальше, кушал до Тарауиха. Поэтому это нормально. Ну когда я был на эти кафе, там в принципе давали такие прям наборы. Там курица с рисом или там где вот были пакистанцы и бангладешцы, у них там были какие-то вот их еда острые, вот это вот бобы, там все такое. В принципе. Кстати, вкусная кухня у них. Ну, она острая на самом деле. Ешь и плачешь. Слезы радости. Одна из мудростей пророческого наставления, чтобы мы ели финик, это то, что организм после длительного голодания первое, что получает, это что-то глюкозное. Ну да, содержащее глюкозу. И сразу же мозг начинает работать по-другому. Хорошо, а можно заменить кока-колой? Там тоже много сахара. Ученые говорят, что если нет фиников, но есть что-то сладкое, то как в качестве такого последовательности, какой-то сладкий фрукт, что-то сладкое, кусочек чего-то там даже, ну не знаю, пирожного, конфета, которое первое может попасть тебе в желудок, это тоже приветствуется. Потому что глюкоза запускает организм в твоем, некоторые в организме процессы. Ну да, это лучше, чем темно. И она быстро переваривается. То есть если протеины там, да, но там усваивание долго происходит, этого особо нет. Легкие углеводы, особо нет. Простые углеводы. Есть некоторые вопросы, связанные вообще с постом. Например, частый вопрос, это вот если повар работает, и вот в день Рамадана ему нужно пробовать на соль. Как ему это делать? Лучше всего, чтобы не нарушать вообще пост. Повару можно пробовать еду и на вкус, и на запах как-то вдыхать. Но при этом она не должна попадать внутрь, то есть в горло человека. То есть в горло не должно попадать. В рот он взял, потом сплюнул хорошенько, чтобы не осталось ни вкуса, ни запаха, и все. Можно потом, например, промыть воду и такие вот вещи? Ну опять-таки, потом нужно будет сплевывать ту слюну, в которую попала вода. И это приведет к дополнительному высыханию, полости рта. То есть в принципе достаточно просто сплюнуть на кончик языка. На кончик языка достаточно. Ну в принципе да, вкус-то мы понимаем не горлом, а именно рецепторы находятся на самом деле на языке. Бывает такая ситуация, что человек, например, шел в мечеть, опоздал немного на ифтар, и когда он приходит, уже идет молитва. То есть уже Магриб молится, и соответственно уже ифтар был. В этой ситуации мы знаем, что пророк Алихи Саляту Ассалям сказал, что не оттягивать ифтар, то есть спешить с ифтаром, когда только время зашло. Но уже молитва идет. Что в этой ситуации первоочереднее? Помолиться? Ответ очевиден. Ты упомянул слова посла Николая Ассаляна. Мы не можем что-то добавить. В вопросе была подсказка на ответ. Выпил глоток воды и пошел молиться. Этого достаточно. То есть просто выпил и пошел? Конечно. Открыл. Поел или попил по забывчивости? С кем такое вообще происходило? По забывчивости или ошибся по времени? Не-не, по забывчивости было с кем-то? В процессе... Конечно, особенно первые дни поста. Вставерской сон. Бывало. И бывает, да. У меня только один раз было. Я шел и орех просто. Я на него наступил. И он уже раз. Получается, я его взял и съел, короче. Почистил и съел. У меня такой один раз такое было. Бывает. Ответ в хадисе пророка с Ассалем. Что кто поел или попил по забывчивости и пусть продолжит свой пост. Ибо поистине его накормил и напоил Аллах. Хорошо. А если все-таки как прозвучало ранее, если человек подумал, что уже время зашло и он сделал ифтар, разговаривался, а потом понимает, что нет еще времени. Здесь зависит от того, что он делает. Это касается сухура, то есть начала поста и он ошибся. Либо же касается окончания поста. Здесь разный подход. Потому что ученые смотрят на основу. То есть, допустим, рассмотрим ситуацию с сухуром. Человек разговлялся и думал, еще время сухура есть. Но ошибся. Потом выяснилось, что там пять минут и так далее. То его пост действительный. И он должен продолжать поститься. Потому что основа то, что он пребывал во время, когда можно кушать. Это истисхаб называется. Когда хукм продолжает действовать. Если человек ошибся, то ничего страшного. В то время, когда если он заканчивает пост и он раньше его, раньше окончания поста начал кушать, то основа то, что пост еще есть. Поэтому если он начал раньше кушать и ошибся, тогда этот день поста он должен компенсировать. Потому что есть истисхаб, продолжение хукма. Да. Но из-за того, что по забывчивости у него никакого наказания. Нет, вопрос не в забывчивости здесь. Потому что он преднамеренно как кушал. Здесь незабывчиво, здесь его ошибочная оценка ситуации играет роль. Хорошо. И в этой ситуации ему за это есть наказание? Нет, наказания не будет, но день поста он должен компенсировать. У него есть узор, но это не меняет ситуацию. И компенсировать один день или там много дней, это же разница есть большая. Поэтому пусть внимательно следит, а когда заканчивается. Да, в следующий раз. Конечно. А если человек вот реально взял и, короче, такой, не, все, я не хочу сегодня уже поститься, и я там попью воды, что в такой ситуации? Я охладил. Большой грех у него за это. И, опять-таки, что у него в этой ситуации, это большой вопрос среди ученых Фукаха, то есть ученых Фикха, что следует ему, какое наказание, либо что ему нужно сделать, возместить только этот день, либо там кормить бедняков, либо поститься два месяца подряд за это. То есть это большой вопрос Фикха, и это все возвращается к ученым. То есть они это уже решают, конкретно по его случаю? Конкретно по случаю, конкретно по тому мнению муфтия. А физического наказания за это нет? Нельзя ему там что-нибудь... Даже если и есть, то не мы вправе его делать, это физически. Конечно, тем более находясь не в мусульманской стране. То есть даже если бы и было бы, то не на нас это лежит. Хорошо. Поэтому сказать точно, вот если человек не постится, то есть опять-таки, если он преднамеренно не постится, то что ему делать потом, если он это осознал и хочет покаяться от этого греха, то есть как ему искупить теперь этот грех? Перед Всевышним Аллахом. перед Всевышним Аллахом. То есть это освободить раба там, либо там поститься два месяца подряд, либо кормить бедняков и так далее. То есть это все возвращается к муфтию, скажем так. Я понял. То есть это уже решает более серьезные какие-то структуры, а не просто... Да, он себя выбрал, то, что ему легче и все, буду один день этот возмещу и все. Я понял. То есть ему следует обратиться к человеку, который решит этот вопрос для него. Хорошо. Тогда я, наверное, думаю, что мы... Может, у вас еще есть какие-то вопросы, вы хотели бы их обсудить. Тебе задать? Да, можете мне задать, я не знаю. Хорошо, я задам тебе вопрос. Спорт в Рамадан. Как ты вот объединишь спорт и пост? Ну, я вообще не особо объединяю спорт в своей жизни, к сожалению. Только в Рамадан. Единственное, что я езжу на велосипеде и в Рамадан тоже, и... Это спорт. Я не рекомендую это делать. Я не рекомендую ездить в Рамадан на велосипеде. Если кто-то это делает, то делайте. Почему? Потому что там, получается, в суставах не хватает жидкости. То есть, когда едешь на велосипеде, через каждые 5 километров примерно нужно пить воду, а вы ее не можете пить, у вас будет обезвоживание, соответственно, вы просто убьете свои суставы. Поэтому велосипед и Рамадан вообще вещи несовместимы. Ну, это единственное, что я могу сказать. Шех, Вадим, есть дополнение? У меня лично нет. Хорошо. Но я бы порекомендовал ребятам, которые занимаются спортом, как-то думать либо на ночь переносить тренировки, если они тяжелые, либо же перед и в таром за полчаса, за час делать средние тренировки. Вот избегать таких сложных нагрузок. Если это легкая атлетика, то легкая нагрузка. Если тяжелая атлетика, то же там большие веса не поднимать. Потому что вот нехватка, как Шех Сергей сказал, есть нехватка жидкости в общем в теле и мышцы не такие эластичные. Но спорт в то же время не нужно оставлять. Но просто его грамотно распределять. Либо же перед и в таром, либо же на вечернее время переносить. Именно перед и в таром, не после. После, потому что уже покушал. После ты уже занимаешься молитвой, подготовкой киша и так далее. Тебе может быть чуть не до этого. Но перед и в таром, судя по опыту братьев, я думаю, что это самое приемлемое время. Потому что если ты потренируешься в 12 в час и тебе в 8 только и в тар, ты просто будешь целый день бессильный. Да, правильно. Поэтому перед и в таром за полчаса, за час это нормально. Маленькая, легкая или средняя тренировка это нормально. Ну и вообще даже до этого говорили с работой, например, на стройке. Я помню, что когда мы работали, это было в Крыму и было очень жарко. И на самом деле это было ужасно. Скучаешь за Крымом? Да, я скучаю за Крымом. Но я думаю, это опять-таки дело привычки. То есть есть люди, которые, если мы посмотрим, например, те же арабские страны или страны залива. Они работают ночью. Там все меняется, весь ритм меняется. Они работают ночью, я это замечал, то есть днем никто не работает. На стройке все работают. Просто ночью на стройке идут. Если да, если там сильная, большая жара в принципе. Да, да, потому что там нереально, там и без Рамадана пить постоянно хочется, а в Рамадан там вдвойне, втройне. Но мы работали как? Мы работали после фазжа сразу, до того, как наступает самое жара. Не, не до зугра. Раньше. Где-то до 11-10, да, вот так. И потом уже, в принципе, все. Ну или уже перед Магрибом. Мы не работали. Хотя это вариант, я думаю. Поэтому по работе я бы рекомендовал, наверное, делать так. смотря какая работа. Тяжелая. Либо, например, ты в офисе под кондиционером сидишь и на крови твой клацаешь мышкой. Кстати, тоже важный вопрос, хотя мы должны уже завершать, но во время путешествия, после во время путешествия, Шейх Сергей, расскажите, как соблюдать пост во время путешествия? Да, Шейх Сергей звучит очень хорошо. всем здесь учились. Для меня это режет слух, честно говоря. Если ты забыл об этом, посмотри свой диплом Исламского университета, это факультет хадиса. Я из личного опыта расскажу. У меня было такое, что я выехал в путешествие, я ехал из Крыма, я поехал в Россию, оттуда поехал в Турцию, оттуда в Сирию. Это все еще до войны в Сирии. Важно подчеркнуть. И получается, что это было в течение месяца. Это было месяц назад. Нет, это было как раз месяц Рамадан. Я просто не помню, где я начал поститься. Я начал поститься в Сочи, в России, или это было уже в Украине. Насколько я помню, в Сочи я уже точно постился. Было очень сложно, потому что путешествие, я там ходил с этим рюкзаком. Но в основе, то есть человек, если чувствует, что ему сложно, то есть нет проблемы в том, чтобы разговляться. А как лучше? Разговляться или не разговляться? Я думаю, что лучше разговляться. Потому что, как в хадисах приходится, что-то не из благочестия, поститься во время путешествия. А как объединить с тем, что Пророк Саласанин постился, и большинство сподвижников постились во время Бадра? Ну, потому что это можно. Так что лучше? Так что лучше? Не запрещается. Шех Вадим, добавить? Ну, для себя в то путешествие я постился. Почему? Потому что я как раз ездил по арабским странам, по Турции, и мне было интересно поститься, то есть я в этих странах. То есть в этом был весь интерес. И со мной произошел случай в Турции, когда во время Таравихова зашли солдаты в мечеть и выгнали нас под дувами автоматов из Нивы. А за что вас выгнали? А мы молились Таравих там не с турками, а своим джаматом. То есть мы подождали пока. Так получилось, что мы подождали, пока не закончатся, и потом зашли. А они это увидели такие, ааа, мы сейчас скажем. А на каких территориях вы были? Это было в Курдистане. Вот видите. Такой вывод, не нужно ссуваться, куда не надо. Да, да, однозначно. Шех Вадим, попробуй. Так нам не надо. Что лучше, поститься или разговляться? Ученые говорят в этом случае, вот когда есть аргумент и контраргумент, говорят, кому как облегчено. То есть кому-то проще поститься, пускай поститься. Кому проще разговляться, пускай разговляться. Вот это я хотел услышать. То есть они так объединяют хадисы в этом случае. Люблю за это ислам. Есть облегчение. Есть облегчение. Нет противоречий, и есть облегчение. Не нужно эти облегчения искать. То есть можно выискивать где-то какие-то отклоненные мнения ученых там-там и сделать новую религию. Нужно быть просто маликитным. Нет, нужно быть просто искренним. Да, искренним и следовать за учеными. Не выдумывать велосипед. Правильно. Ну, я думаю, что на этом мы закончим. Иншаллах. Сакалахайер, был приятный разговор, напоминание. Некоторые ахкамы напомнили и себе в первую очередь. Я думаю, нашим зрителям тоже будет интересно. Иншаллах. Если мы какое-то упущение сделали, то это от шайтана, а все блага от Аллаха. Ну, и мы просим наших зрителей, конечно же, поставить лайк, жмякнуть колокольчик, написать комментарий, распространить это видео, Иншаллах. И я думаю, что мы все здесь присутствующие желаем для вас облегчения в Рамадан, и чтобы он дал вам позитивный какой-то эффект, опыт, и для этой жизни, и для следующей, Иншаллах. Несмотря на то, что сейчас до сих пор продолжается вот эта тема с ковидом, локдауны и все такое. Карантины. Да, но мы желаем вам облегчения, Иншаллах. Баракалавфикум. Аминь. Ассаламу алейкум. Варахматуллахи. Варакатуллахи. Продолжение следует...